Привет, добро пожаловать в Аленка Блог. И в сегодняшнем видео я вам покажу набор винтажных миниатюр, которые я нашла в антикварном магазине Сиднея. У нас много вообще антикварных магазинов, рынков, этих аукционов. То есть это вообще я балдею, я это все очень люблю. И в этот раз мне повезло, я нашла ароматы, я нашла парфюмы. Вот такой набор, это винтажный набор винтажных миниатюр. Это лучшие ароматы, лучшие парфюмы Парижа, называется он. Вот такая красивая коробочка, здесь две фотографии, Эйфелева башня и Триумфальная арка. Здесь такой маленький вкладыш, не пахнет ничего. И ароматы, очень все красиво. Я все их знала, но вот этот хотела очень попробовать, вот этот не знала, честно говоря. Остальные я как бы была с ними знакома, но, слушайте, винтажная версия это всегда кайф. Это всегда что-то такое вообще. Вы открываете как ящик с сокровищами, вы пробуете, вы пробуете время, вы пробуете историю. Это непередаваемо. Первый аромат это Кабошат от Гресс. Вот такой красивый маленький флакон. Современная версия мне нравится, ну, чтобы я вот прям так ее хотела, хотела я ее обладать. Не было у меня такого. Но это, это, ну, это совсем другая история. Это совсем другая история, да? Это кожаный аромат, кожа. Это очень красивый, красивый, богатейший кожаный аромат. Знаете, я когда его первый раз нанесла, я просто не могла надышаться. Я просто сидела, и все, я улетала. Это, ну, это, знаете, это бесценно, когда аромат оказывает именно вот такое влияние, воздействие, когда вы не можете остановиться, его вдыхать, ну, просто закрывать глаза, урчать, мурлыкать, и, ну, что еще скажешь. Значит так, кабошар. Ну, все. Это, знаете, я как, у меня легко можно загипнотизировать запахами. Вот это вот очень похоже на гипноз. Кожа, кожаная куртка. Ну, здесь, знаете, такая кожаная куртка очень красивого мужчины, такого брутального, шикарного мужика такого. Она такая прокуренная кожаная куртка, взбрызнутая в виски, взбрызнутая, я не знаю, коньяком дорогим. Ну, с историей. Но потом уже проходит какое-то количество времени, и вот этот аромат превращается вот в какую-то вот просто бархатистую, ну, не нежность, а, ну, он вас прям обнимает бархатно. Вот эта вот кожа, она становится более мягкой, она превращается, если можно так сказать, в замшу, в роскошную, благородную замшу. Но в начале, в начале это просто, это бомба, вот эти первые-первыхые минуты, это несравнимое ощущение, потрясающая-потрясающая версия, винтажная, ну, легенда. Я бы сказала, это легенда, это такая красота. Дальше аромат, с которым у меня немножечко не сложилась история, потому что его здесь нет. Я не видела, к сожалению, ну, я все равно взяла бы этот набор. Магриф от дома Карвен. Я его очень хотела, потому что мне безумно нравится история создания, как этот аромат был преподнесен в свое время. В 1946 году, ну, если кто не знает, я расскажу историю. В 1946 году основательница дома Карвен, Кармен, не помню ее имени, фамилии, я напишу, напишу. Она запускает этот аромат. Она запускает этот аромат в послевоенном Париже. Люди, ну, естественно, у людей драмы, много потери, много разбитых сердец, семьи. Ну, в общем, послевоенное время. Это все ужасно, это все очень страшно. И над Парижем летит самолет, который сбрасывает сотни, 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 сотни вот таких вот ароматов, маленьких флаконов с этим ароматом. К каждому флакону привязан маленький парашют белозеленого цвета, как символ возрождения, новой жизни. И это было первый раз за пять лет, когда на город падало что-то, не бомбы, а вот именно что-то хорошее, доброе и прекрасное. И я когда эту историю прочитала, я проследилась. Это так... Это, с одной стороны, очень грустно, но, с другой стороны, это настолько возрождает к чему-то новому, к новой жизни, да. И все это смешано с горечью, с горечью потерь. И мне так хотелось попробовать этот аромат, но, к сожалению, его здесь нет. Я могу только как бы предполагать, какой он сладко-горький, не знаю, со слезами на глазах. Ну, что-то такое вот в нем есть. Сама история, конечно, классная. Если я его найду где-то в интернете, я его сразу куплю, и даже... Он должен быть. Он должен быть, и мне хочется его себе приобрести. Дальше. Дальше аромат. Давайте я выпью. Аромат называется Turbulence от бренда Reveillon. Я не знала этот аромат, этот парфюмерный дом. Он меня поразил. Честно говоря, он меня поразил. Аромат, от которого реально кружится голова. Не зря он назван. Турбулентность, Turbulence. Он просто великолепен. Знаете, он настолько яркий, он настолько современный, ну, вот на мой взгляд. Он... Здесь, конечно, альдегиды. Альдегиды, но альдегиды... Альдегиды специевые, если можно так сказать, да. Они не мыльные, они не цветочные. Они, вы знаете, как будто бы вот специевые. гвоздика, что-то, корица, много перца, много кориандра, много каких-то, не знаю, шафранок, каких-то перетертых листьев. Так же какая-то животная нота есть. Ну, это нечто. Это нечто. Аромат яркий, дерзкий, от него кружится голова, как я уже сказала. Мне кажется, он реально подойдет куда-то на вечеринки, в какие-то клубы. Аромат бурлит. Аромат вот просто какой-то стихийный. А кураган. Очень красивый. Очень красивый. И увижу где-нибудь, куплю себе. Он красив. Кориандр. Следующий. Кориандр от Жан Кутюр. Мне он нравится. Он красивый, шипровый аромат. Тоже специевый. Мне в свое время очень-очень нравилось. Ну, и сейчас нравится. Реклама, которая есть у этого, которая, ну, вот рекламная компания. Там сидит девушка, черная юбка такая, простая карандаш, белая блузка. И все бы ничего, но вот блузка у нее где-то разорвана. Как-то так вот она неправильно. Вот что-то. Все идеальная фотография, но вот этот дисбаланс, он вот задает вот именно историю. Он задает какое-то такое вот определенное настроение, определенный какой-то сюжет. То есть ты начинаешь думать, ты начинаешь гадать, что же это, как же это. И ты очень хочешь попробовать этот аромат. Ну, реально тебя вот просто вот зомбирует. Да, хочу. И он, да, он очень интересен. Ой, он классный. Он, знаете, я его когда попробовала, нанесла, от него вот просто вот мурашки такой, он красивый. От него мурашки, от него вот волосы, даже вот у меня на руках, вот даже сейчас немножко шевелится. Когда вот тебе что-то очень сильно нравится, и ты прям вот балдеешь. Вот это такой аромат для меня. Я на седьмом небе, я в раю, я в счастье, я рада вообще попробовать этот аромат. Именно в винтаже, в винтажной версии. Это кайф. Это кайф, это специи, это кориандр, конечно, прежде всего. Много перца. Хорош. Очень хорош. Мне кажется, он будет классно вообще на лето. Попробую его носить летом. Следующий аромат, и просто, ну это просто шедевр, на мой взгляд, это Карден от дома Пьер Карден. Знаете, я люблю шипр, я уже говорила не раз, да? Мне очень нравится, я его разносила, шипр от Палома Пикассо. У меня тоже есть маленькая винтажная версия. Это, ну это настолько богатейший аромат, который он вас и согревает, он вас, он оправдывает, знаете, любое ваше действие. Вы знаете, бывают такие ароматы, которые, ах, давай, вот, вот, они такие, они сильные, они делают вас сильнее, они делают вас ярче, веселее, они вас настраивают на какой-то позитив или там на какие-то действия. В общем, это бесценно. И вот этот вот аромат вот из той же, из той же, как бы серии. Это шипр, это много, 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 это много всего там. Я даже, вы знаете, я даже не буду вот предугадывать, что там такое положили. Ну, я слышу животные ноты здесь, я слышу какие-то древесные ноты, немножко специй, перца, да, перец, мне кажется, есть. Но это не важно. Это не важно, потому что все вместе, это просто как как рахманина, знаете, вот это вот величие. Это очень красиво, очень красивые ароматы. Я счастлива, что вообще у меня появилась эта коробочка, это бесценный опыт, знакомство с такими винтажными версиями таких вот ароматов. Я думаю, я к этому приду в будущем. Мне очень нравится вообще винтаж, винтажные ароматы. Просто в Австралии это вообще, это нереально найти, а через интернет, ну, надо попробовать, может быть, когда-нибудь закажу что-то. Еще один аромат, который я купила, это вот этот. Это Жан Пату. И вот он такой классный, в такой коробке. Давайте я покажу. Идеально сохранившаяся коробка. Она была очень пыльной, я ее почистила. И сам аромат, вот он, такой красивый, зеленый. Сейчас я вам сделаю. Зеленый, тут даже есть номер. Номер есть. Вот такой. И он запечатанный. И знаете, я его еще не распечатывала. Я его не распечатывала, потому что я жду чего-то такого особенного, я жду события. У нас должно, сейчас мы должны переехать. И я хочу вот как-то вот, ну, special. Я хочу его открыть, когда вот у меня будет что-то такое особенное со мной случится, с моей семьей, какой-то праздник. Я хочу это вот все вместе объединить. И, да, может быть, я сниму для вас видео, потом, может быть, даже сниму, когда буду открывать. Но вот, знаете, не время сейчас еще его открывать, я чувствую. поэтому я как бы даже положила его, любуюсь и жду. И жду какого-то вот, знаете, момента. Все, на этом все. Я выпью кофе, потому что потому что очень насыщенные, богатые ароматы. Вот смотрите, я раз, два, три, четыре аромата всего попробовала, вдохнула. Но у меня такое ощущение, что я перепробовала огромный, огромный, огромный бутик парфюмерный. Вот просто я пробовала, пробовала, пробовала. настолько они насыщенные, настолько они потрясающие. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое. У меня еще одна коробка есть винтажей, так что ждите, я их разношу и покажу вам. И до скорых встреч. С вами была Аленка Блог. Всем пока. Чао-чао. Пока.